Я потратил на эти два коммерса одинаковое количество денег, при этом один мне понравился, а другой нет. Более того, этот я прочитал два раза, то есть я провел с ним больше времени. Справедливо ли это, что они стоят одинаково? Как вообще оценивать культуру? В начале этого года вышла Firewatch, это дебютная игра небольшой студии Кампо Санта, которую основали люди, которые до этого уже работали в индустрии, например, в Telltale и Double Fine, но им дейл работать на другие компании, решили делать свою студию и сделали свою первую игру. Мой любимый факт про Firewatch, это то, что она началась просто с рисунка художника Оли Мосса, который работает в студии, он рисовал лес или парк, и они просто решили его стиль перенести в игру, и это была как бы первая задача, которую они себе поставили. Firewatch маленькая камерная игра, почти как инди-фильм, который показывают на фестивале Sundance, где действие происходит в 1989 году в штате Вайоминг в национальном лесу Шошонии. Главный герой игры мужчина средних лет по имени Генри, его жена заболевает деменцией, и ее забирают к себе ее родители. Генри понимает, что он не может проводить с ней время, не может ее поддерживать и убегает от своих проблем. Он идет работать на пожарную вышку в национальный парк слэш лес на одно лето. Генри работает кем-то вроде лесничего, он следит, чтобы в лесу не возникали пожары. И на работе он знакомится с Джулией, которая его начальница и ближайший коллега, и всю игру он разговаривает с ней по рации. Вся игра это просто одно лето, ты ходишь по лесу, разговариваешь с Джулией по рации, и выполняешь всякие мелкие задания. Еще параллельно расследуешь небольшую детективную историю, но на самом деле это игра не про детектив, а про людей. Поровость очень короткая по меркам видеоигр, она проходит за 3-4 часа, при этом она стоит 20 долларов в Steam, в русском Steam, кажется, 400 рублей. Консольные версии то дороже, но смысл в том, что за эти деньги можно купить реально долгую игру, которую ты можешь провести много времени. Так сложилось, что в мире видеоигр хронометраж до сих пор очень важный критерий качества и ценности, и считается, что чем длиннее игра, тем лучше, и они даже рекламируются таким образом, что, например, в этой игре 300 часов геймплея. Код назад в Steam, это цифровой магазин видеоигр, кстати, если я еще не сказал, ввели возможность возвращать деньги за игру через 14 дней после ее покупки, и с Firewatch в связи с этим произошла небольшая история. В Steam на форуме Firewatch один из пользователей написал довольно проникновенный пост о том, что ему понравилась игра, может быть, даже слишком понравилась, но он размышляет, вернуть ли ему за нее деньги или нет, потому что, на его взгляд, она слишком короткая. 20 долларов за 3 часа — это слишком много. Этот пост примечательен тем, что на него ответила одна из разработчиц игры, Джейн, фамилию которой я не смогу произнести, потому что она пишется на «г». Она написала довольно красивый комментарий, в котором она рассказывает, сколько времени потратили на разработку игры, сколько они вложили в нее сил, но заканчивая тем, что, в общем-то, она поймет, если человек захочет вернуть деньги за игру, потому что это значит, что они плохо выполнили свою работу. Мне кажется, это интересная ситуация, потому что, если в мире товаров у нас есть хотя бы иллюзия объективности цены, мы примерно представляем, сколько и почему, что должно стоить, то когда дело доходит до культуры, мы этого вообще не понимаем. Сколько мы должны платить? Почему? Как что оценивать? Нам кажется нормальным заплатить за игру 2-3 тысячи рублей, при этом за билет в кино мы платим, скажем, 300. Почему? Потому что кино короче, чем игры? Вообще, в культуре в этом плане творится хаос. Новый сериал «Луи Си Хей», про который я рассказывал пару видео назад, стоит 31 доллар. Подписка на Netflix — 800 рублей. Или нас, например, всех шокируют новости из мира современного искусства. Например, вот эта скульптура Джеффа Кунца, которая сделана просто из металла, стоит 58 миллионов долларов. Это вообще тема для отдельного видео. Тут мы заходим на территорию экономики. Экономики вообще большие проблемы с культурой, потому что было множество попыток предложить какие-то теории, как культуры должны работать с точки зрения экономики для производителей, для потребителей. Но все они не очень работали. На протяжении 20-го века экономисты пытались установить корреляцию между экономической ценностью произведения и его культурной ценностью, как они связаны. Но это не очень работало, потому что культурная ценность, в принципе, очень эфемерное понятие, которое может меняться со временем, или у разных экспертов могут быть разные взгляды на него. Критерии качества культурных продуктов и услуг не определены. Более того, даже нет точной формулировки, что такое искусство. Это создает определенные проблемы для людей, которые привыкли все видеть в каком-то численном или денежном выражении. В середине 2000-х этой проблемой, проблемой экономик культуры с точки зрения потребителя, заинтересовался русский экономист Александр Долгин. И он даже написал книгу «Экономика символического обмена». Например, он говорит о том, что в мире культуры цена не работает как индикатор качества, в отличие от, скажем, мира бытовой техники. Ну то есть, если идете в магазин покупать пылесос, вы можете рассчитывать на то, что чем дороже будет модель, которую вы выберете, тем больше у нее будет функций, и тем лучше она будет работать. С культурой не получается. Больше всего долгинал вопрос, который мы с черным плащом подняли в начале видео. Почему люди за плохие произведения, то есть их, которые им не понравились, и хорошие произведения, которые им понравились, платят одни и те же деньги? Например, за билет в кино. Долгин даже провел эксперимент, где людям в кинотеатрах давалось конверт с небольшой суммой денег, и они, посмотрев фильм, могли либо взять оттуда часть денег себе, либо доложить денег, таким образом показывая, понравился им фильм или нет. Ему пришла в голову идея по сфахману реагирования. Долгин решил, что мы должны платить за произведение культуры только после того, как мы его оценили, посмотрели, послушали, прочитали. В конце книги Долгин приходит к концепции качественного времени. Он считает, что человек способен объективно оценить, насколько хорошо произведение именно для него, и в идеале он должен тратить время только на хорошее произведение, на те, которые приносят ему удовлетворение. Мне кажется, это совпадает с засевшей у нас в головах идеей, что время — это деньги. Время воспринимается как валюта, на которую мы должны покупать только удовольствие, только положительные опыты. Идею качественного времени должны оценить и люди, которые много играют в видеоигры, потому что они хотят, чтобы его у них было как можно больше. Мне понравился Firewatch. У неё очень понятный, простой и при этом грустный сюжет, и пройти её — это довольно насыщенный опыт. Более того, мне кажется, что её длина — это её достоинство. Будь она на пару часов длиннее, разработчики не смогли бы рассказать такую сфокусированную историю. Тем не менее, в мире видеоигр существует идея, что продолжительность игры — это как бы числовое выражение её ценности, что игра должна длиться хотя бы, ну не знаю, 10 часов. Интересно, что в этом есть некоторая доля самообмана, потому что по разной статистике игры целиком проходят половину игроков или чуть больше половины. И это касается не только видеоигр, но вообще важно числовое выражение того, что мы получаем. В русских пабликах ВКонтакте, посвящённом комиксам, например, когда издатель объявляет, что он выпустит тот или иной комикс, чаще всего задаются два вопроса — выйдет ли он в твёрдой обложке? И сколько у него страниц? У Скотта Пилигрима 192 страницы. Но так ли это важно? Разве не надо ценить в первую очередь опыт? Но даже опыт сложно измерить, потому что все склонны обращать внимание только на положительное. Мы ценим только то, что нам понравилось. Вы наверняка слышали или видели, как люди говорят после просмотра фильма «Я зря потратил своё время» или «Я зря потратил свои деньги». При этом то, что нас разочаровало, то, что нам показалось плохим, как ни странно, тоже обогащает нас. Если вынуть из вашей жизни все непонравившиеся вам фильмы, книги, комиксы, игры, ваш опыт станет намного беднее. Абсолютно любое произведение — это кирпичик в нашем сознании. Оно формирует наше представление о людях, мире, искусстве. И вот этот эффект, его невозможно измерить временем, деньгами или культурной ценностью. Он многогранен и непредсказуем. А по поводу вопроса в начале видео у меня нет у него ответа. Мне кажется, культура и экономика сейчас находятся в переходном периоде. Долгин написал свою книгу 10 лет назад, но он предсказал в ней, например, краудфандинг или идею платить за что-то по подписке. И все действительно пришло и поменяло то, как мы относимся к тому, как, за что и почему платить. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете. Например, возвращаете ли вы деньги в Стиме? Или готовы ли вы платить за фильм, который вам не понравится в итоге? Или рады ли вы, что вы за него заплатили? Кстати, важно ли сколько в играх часов, а в книгах страниц? И, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Для этого нажмите на кассету для Сары, на ней поэзия и кларнет. А теперь посмотрим, что вы сказали про мемы, фольклор и авторство. После того, как мы закончили видео, я обнаружил, что у моего микрофона садилась батарейка, поэтому, во-первых, видео звук тихий, во-вторых, сейчас мне приходится использовать другой микрофон. Мы учимся с каждым видео. Офотга. Уилл считает, что у меня слишком широкое определение искусства и что под него можно подставить что угодно. И тогда термин теряет смысл. Он считает, что очень важна осознанность, что автор должен осознавать, что он занимается искусством. Термин «искусство» действительно очень сложный, у него очень много определений, и мне нравится идея осознанности. Но мне кажется, что она обязательно должна исходить от автора. Она может исходить от, собственно, воспринимающего человека, от зрителя. Зритель может осознать объект Как искусство Потому что мы не можем во всем полагаться на автора Автор сам за счастую не знает, что творит Мне вот нравится определение искусства Что искусство это все, что помещено в рамку Ну, как картина Как рамы картины И это действие, собственно Поместить что-то в рамку может не только автор Но и зритель И, собственно, мы все это делаем с мемами Людмила Корнилов вспоминает Определение мема как культурного вируса Но если говорить о смешных картинках То есть, собственно, о том, о чем я сделал Видео, то она считает, что Эти картинки отлично подчеркивают Насколько у нас общий опыт У всего человечества Насколько эмоции, переживания у нас похожи Потому что мемы — это вещь, понятная всем Мне кажется, в этом их ценность Действительно такой универсальный язык И, во-первых, мне кажется, это подчеркивает то, что они искусство Потому что смысл вообще искусства В том, чтобы понять и почувствовать Чужой опыт и переживания А во-вторых, мне кажется, это подчеркивает то, что У мемы нет одного автора Потому что мы как бы все генерируем этот некий единый коллективный опыт Мария Посельская продолжает сравнение мемов с народным творчеством И говорит, что народное творчество, с одной стороны, было универсально То есть, понятно всем Но потом со временем начал появляться некий разрыв И одни и те же народные песни могли по-разному пониматься разными поколениями И мемы тоже так работают С одной стороны, для понимания нужен какой-то культурный бэкграунд То есть, нужно расшифровывать какие-то коды С другой стороны, сейчас большинство его людей Мемы расшифровывают мгновенно Но я хочу добавить, что мне кажется, что Например, у современных подростков Они используют мемы, чтобы как-то отделиться От всех остальных людей И делают их все более странными и непонятными Например, в ВКонтакте полно пабликов с мемами Которые я просто не понимаю Они меня пугают Коля Удинцев тоже считает, что у мемов есть определенный порог входа И у тебя должен какой-то бэкграунд, чтобы их понимать И более того, есть локальные мемы, например Мемы футбольных фанатов Которые человеку со стороны могут быть непонятны Но он вообще говорит, что так работает культура Например, если взять картину Баерна Морозова Если ничего не знаешь о староверцах Ты не сразу поймешь, что на ней изображено Мне кажется, что это так действительно Но при этом иногда некоторые мемы реально работают Как универсальное выражение переживания человека И в принципе можно понять, что изображено на картинке Даже не зная никаких кодов Зоргиус тоже говорит о мемах Как о вирусной культурной информации То есть о том более широком определении Чем то, о чем я говорил в видео О интернет-мемах Они, конечно, соотносятся друг к другу Но не один к одному И он говорит, что эта информация может быть вредной Особенно для общества, в которых нет к ней иммунитета И вспоминает Россию в 90-х Когда к нам хлынул поток новой информации Мы не справились с ней Можно даже сказать, что она вытеснила старую культуру Это сложный момент Я бы старался не говорить однозначно о культуре Как о чем-то вредном или полезном Или об ее отдельных элементах Как о вредных или полезных Потому что таким образом мы как бы ограничиваем себя Мы не можем непревзятые с интересом Посмотреть на те или иные вещи Более того, как я говорил в сегодняшнем видео У нас же нету как бы точного определения Какая цель, коллективная цель у культуры Для чего она Поэтому непонятно, как можно легко выносить вердикт Что хорошо, а что плохо Вот так вот Спасибо, что посмотрели Слушайте наш подкаст В последнем выпуске мы говорим про сразу три блокбастера И подписывайтесь на этот канал И продолжайте комментировать Мне очень интересно с вами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому